привет вселенная ты сергей ульянов и я очень рад что на мой канал наконец-то возвращается музыкальная рубрика и это прекрасно сегодня у меня невероятные лайфхаки для всех кто хочет заниматься креативным продвижением своей музыки я как человек который сам написал сам пишу песни сам их выпускаю не нравится мне вот это да эта штучка не до конца закрытый шкаф мы сейчас закрываем перфекционизм во всем в общем сегодняшний выпуск я посвящаю де артист ну и вообще это может быть полезно и интересно любому человеку который занимается продвижением своего собственного продукта я думаю что эти креативные идеи позволит вам черпнуть вдохновение я что-то в последнее время заметил за собой что больше занимаюсь несколько созданием песен сколько маркетингом для их продвижения я скоро наверстаю упущенное и порадую вас обязательно музыкальными релизами но этот выпуск будет посвящен тому как эти релизы вне зависимости от того какой у вас продукт как их можно продвигать и у нас будет пять способов привлечения внимания к своему релизу и один из самых таких скажем распространенных и популярных в общем за и заезженных силы на сегодняшний день уже будут до сюда вот здесь уже сидит эта тема но до сих пор еще работает это nfc да и я расскажу вам вот прям о свежем кейсе с которым я столкнулся не так давно мне пришла рассылка на почту я уж не знаю каким образом я оказался в списке людей которым которые должны были получить эту рассылку но поинтересовала она меня в в таком ключе что там было написано получите свой бесплатный nfc я думаю чушь мне не получить то свой бесплатный nfc да как то что никто же не хочет получить свой бесплатный nfc где же до всегда где-то вот есть вот это подсознательное желание когда-нибудь там я когда-нибудь там что-нибудь заработаю вложу я что-то слышал что где-то вот кто-то кто-то на nfc зарабатывает там да я обязательно разберусь и тоже заработаю вот мне тут дают это дарят этот nfc и сейчас я заодно и разберусь что такое понятное дело что я много чего читал на эту тему много чего что разбирался и так далее но все это на уровне того что невозможно успеть все особенно когда ты создаешь сам продукт то есть невозможно все а сферы продвижения обуздать и я повелся на этот горячий горячий заголовок и перешел на сайт и действительно на сегодняшний день многие артисты прям создают целую такую ну как бы целый специальный отдельный проект это не новость о том что если у вас есть продукт вы можете создать целую легенду под него да и создать под этот под этот под эту легенду отдельный продукт такой как лендинг или ну или целых сайт да и на котором будет какая-то целая интересная road map такая да по которой тебе нужно будет пройти и дойти до финального продукта чтобы что предлагалось предлагалось получить свой nfc бесплатно после регистрации и nfc включал в себя там кусочек трека ссылку на бесплатно загружен бесплатную загрузку этого трека ну и он тебя если тебе нравится понравится этот трек ты возможно замотивируешься себя на то чтобы полностью погрузиться в этот продукт на в целом в творчество группы и остальные там уже нефтишки то можешь приобрести за деньги или там включиться в какую-то игру и так далее так далее все это работает не только для фанатов но это требует конечно сил потому чтобы создать этот продукт создать эту легенду разослать его то есть в любом случае это интеграция инвестиций какая-то определенных временных или денежных да поэтому время тоже деньги поэтому ну скажем уже решать вам насколько это сработает все да насколько это принесет вам результаты себя оправдают и так далее есть вторая вторая интересе второй интересный кейс который не так давно произошел это чем важен кстати говоря первый пример в том что создавая интересный кейс какой-то такой вот какой-то инвести коллекцию или что-то подобное вы привлекаете к этому создаете дополнительные инфоповод которым есть возможность что о вас напишут если вы это куда-то предоставить и мы говорим сейчас о бесплатном продвижении потому что мы же де артисты мы делаем все сами и здесь конечно же важно чтобы если у вас есть возможность распиарить эту новость вот у вас есть такой классный проект где вы несете классный экспириенс для других де артистов которые могут его что-то позаимствовать вдохновиться и создать что-то свое на основе вашего опыта да поэтому это ключевая важная функция в которой вам нужно понимать какую-то полезность лечит для чего о вашем проекте другим людям писать зачем о нем рассказывать вот мне очень интересно о нем рассказать вам потому что вы все ищите какие-то новые необычные способ продвижения ваших продуктов будучи то музыка и это работает в принципе во всех направлениях следующее следующий 2 2 у нас кейс это группа я сейчас уже честно честно говоря даже не вспомню как она называется вот это как раз таки потому что отдельная тема создать создать вокруг себя такое количество информации чтобы твое имя запомнили это сейчас удается далеко не многим очень многие артисты стреляют каким-то треком потом добавляешь его и даже не знаешь много много месяцев кто исполняет трек у меня так было у меня были там результаты года например когда я слушал стриминг яндекс музыка у меня там в конце года были треки которые я знал условно говоря там ну почти наизусть но там если они там были на английском языке например практически там знал наизусть но я понял что я не знаю даже название трека или не знаю артиста который его исполняет да это очень важно на сегодняшний день и вот сейчас я принципиально не буду искать гуглить название этого артиста суть в том что он предложил очень классную им хода за задумку песня называлась что-то про по кругу и был создан сайт и я уже даже не знаю насколько простой этот движок или нет но суть была в том что ты можешь послушать песню до выхода выхода релиза на этом промо сайте но для этого тебе нужно вместе с телефоном крутиться по кругу ну то есть вот так вот да и самое интересное что ты когда зависимости от скорости как ты крутишься скорость про воспроизведения трека тоже меняется это с одной стороны защищает композицию от пиратства с другой стороны она но вовлекает тебя тебе интересно хотя бы ты слышишь про эту новость смысле нужно слушать трек пока крутишься по кругу тебе уже хочется просто послушать эту песню чтобы принять какое-то решение ну как бы это прикольный опыт или нет да и я конечно же этот этим опытом воспользовался то есть я как человек как новая аудитория я перешел по этой ссылке опять-таки меня вовлекли как первым в первом опыте да мне выдали подарили нфти бесплатно здесь не подарят какой-то опыт которого я никогда не делал не предлагает крутиться чтобы послушать музыку ну прикольно же прикольно вот это прикольно пересылать друзьям такой такой вот аттракцион да этим хочется делиться чтобы кто-то тебе тебе сказал какую-то прикольную фишку ты нашел ока давай-ка ты нам пришли тоже и но в моем случае не сработала то есть сама идея классная ну мне просто трек не зашел и ну то есть мне не было желания его заслушивать до конца я посмотрел как эта технология работает я вам сейчас об этом рассказываю то есть я уже помогаю группе продвигать эту песню и что еще важно важно то что ну то есть таким образом аудитория лояльная к тебе приходит да точнее ну то есть новая история приходит и возможно кто-то из нее с тобой останется вот для этого нужно придумывать свои какие-то новые там фишки да вот можете предложить в комментариях какой какой может быть проект что нужно сделать там не запрыгать чтобы слушать твою песню для этого нужно найти на техническую возможность воплотить этот эту идею это не так-то просто ну и честно хочу сказать что просто как ты покружился у меня уже с вестибуляркой все не очень хорошо мне прям тошнит захотелось прям очень сильно когда тебе хочется тошнить после того как ты послушал трек ну такие себе честно говоря эмоции я не знаю если бы это был супер классный трек который прямо хотелось бы дослушать до конца и крутиться так три минуты ну не знаю в общем это ну как бы в общем как эксперимент прикольно если бы это была песня которую вот прям за первые 30 секунд пока тебе не надоело крутиться ты захотел услышать целиком я бы наверное где-то там себе подписался бы на эту группу чтобы дождаться выхода этого трека но у меня не сработало ну в смысле со мной это не сработало с точки зрения того что я не подписался но наверняка кто-то подписался такой еще буквально на днях в лос-анджелесе я попал на эту тему проходил по одной из туристических популярных улиц неподалеку от венес бич это пляж соответственно да и там стояли ребята которые поставили колонку да там здоровенную в ней крутили свою музыку и раздавали просто по проходящим по улицам ребятам диски со своей музыкой в америке насколько я понимаю диски это уже что-то такое то что вызывает у людей ностальгии вызывает какие-то прикольные эмоции где-то ты где-то можешь это захотеть каким-то образом послушать прокрутить получить этот диск в общем что там на нем то есть прийти к друзьям показать смотрите мне диск далее они такие вау вау но на мой взгляд диски еще пока рановато мне кажется через какое-то время они снова заиграют свою роль к ним вернется как кассетам сейчас там например да и ну более того хочу сказать что где-то не дадут соврать мои друзья с которыми я делился этой идеей у меня была идея раздавать аудиокассеты на улице вот и это тоже как минимум в этой акции есть сразу несколько составляющих во первых об этом интересно рассказывать друзьям то есть твое имя так или иначе каким-то образом продолжает продвигаться далее тебе кто-то послушает да и кто-то к этому да так как-то там до услышит и и это может тоже каким-то образом продвигать твою музыку но я подумал о том что было бы наверно круче все таки это если бы это был с каким давайте честно говорить что тут скорее всего ты просто эту кассету поставишь себе на стол и больше никогда в жизни не ну если в буклете будет qr-код да ты скорее всего может быть перейдешь по qr-коду и послушаешь этот трек в стримингах вот и у меня это идея разбилась начинать на фазе того что я начал считать какой-то бюджет на эти кассеты на эти буклеты и понял что нет я у меня еще была такая идея что может быть плеер сразу какой-то дешевый китайский дарить людям ну потому что я бы точно если бы не подарили китайский плеер с кассетой я бы сто процентов бы не упустил бы возможность послушать эту кассету и еще бы чуни там сейчас ностальгия на кассетах прям это был бы классный заход но я бедный де и артист поэтому если у вас вашей фирмы позволяет бюджет вот делюсь с вами этим лайфхаком пользуйтесь подписывайтесь на канал у меня будут еще разные лайфхаки буду рассказывать у меня много много полезностей и так что думаю даже если вы посмотрите только это одно видео вы сможете найти еще много чего полезного у меня в будущем кстати говоря ребята которые хотели дать мне диск я сказал что ребят эти вы мне лучше свою ссылку на этот на на спотифай я вас там послушаю и это и и и вы знаете что мне было неприятно они конечно сразу нашли меня там в моем спотифай себя сразу там нажали кнопочку подписаться я им задал простой вопрос так а где какой альбом из вот того что вы мне сейчас выдали хотели дать на на диске где его можно послушать они такие говорят а ну этого типа там как бы это сборник из всего лучшего там я говорю так а плейлист может есть какой-то чтобы что мне слушать скажите что мне слушать на какой альбом на скажите какой альбом из того что там у вас залито на на что мне нажать они ты они такие это просто джангл музыка слушай типа все ну и по итогу я просто закрыл и не послушал ничего и более того они еще когда добавились ко мне то есть когда они нажали за меня эту кнопочку подписаться они мне решили диск не дарить мне это не понравилось и я решил их не слушать потому что думаю вы либо дарите либо уже нет как бы я может ну как бы мне было неприятно то что они еще сначала спросили типа какое у тебя имя я говорю сергей они там по буквам давай там писать с и и и вот это вот все а потом оставили этот диск себе поэтому коммуникация со своей аудиторией тоже должна быть какая-то уважительная мне бы на не могли спросить так тебе нужен диск или нет я бы сказал например нет и тогда мы не могли его оставить вот что еще это третий был до заход раздавать диски вот был кейс убили айлиш и спотифая не спускали сайт для отправки письма будущее вообще на самом деле очень избитая тема каждый каждый год или даже может быть несколько раз в год ты попадаешь на разные промо сайты которые предлагают тебе записать письмо в будущее это в видео формате формате открытки формате письма это очень дешево и легко и реализуется вот до сих пор работает вы можете придумать какое-то письмо там не знаю отправить письмо своему бывшему там я не знаю там как которого он прочитает ну я не знаю я сейчас начинаю какую-то ерунду придумывает на ходу но не буду за вас подсказывать вам идеи как и как можно использовать прикольную прикольную штуку про эту чем прикольнее ваше там история с вовлечением аудитории там я не знаю не знаю например в банк там да и у вас есть продукт по кредиту вы можете устроить историю про там напиши историю себе там по через 20 лет я не знаю там ты берешь кредит на 20 лет напиши себе письмо ладно сейчас так все забыли забыли наверное дурацкая идея в общем вовлечение через общение с самим собой в будущем в прошлом в настоящем тема работающая и признаюсь я когда-то на каком-то портале сам себя отправлял письмо в какой-то год что-то я не помню чтобы оно мне пришло мне кажется уже должно было прийти ну что-то я результатов не увидел но здесь же понятно фишками не в том что произойдет с тобой через десять лет а в том что ты сейчас уже повзаимодействовал с этим артистом до через цитату какую-то из песни там чудо там как-то в этом вместе посотрудничали и к тебе пришла новая аудитория либо старая а сейчас такая вот я прям перед перед этим прошу прощения перед тем как записывать это видео собрал четыре только вода из того что я ближай в последнее время сталкивался с чем сам и думаю на то пятое же в видео обычно снимают 5 идей там ну если у меня будет четыре тоже будет неплохо потому что главное не не количество качества на это напряг свою голову думаю надо же что-то 5 предложить и придумал в общем-то 5 5 5 идея она больше связано с тем чтобы продвигать свои собственные плейлисты для этого можно создать свой собственный плейлист наполнить его какой-то каким-то смыслом определенным какой-то тематикой создать ему ценность ну там я не знаю 10 песен для грусти но я не знаю там там плейлист для самой лучшей вечеринки там не знаю и пустить но добавить туда какой-то уникальности там да я не знаю плейлист для самой лучшей вечеринки если за день до восемнадцатилетия например если завтра отметь свой последний день семнадцатилетия я не знаю если ваша аудитория например семнадцатилетние там девушки условно тогда или парни я не знаю но в общем какая-то какой-то должен какой-то быть какой-то интересный плейлист который в котором будет что-то уникальное и сделать его посев но посевы мы знаем бывают платные бесплатные если мы есть вообще такая интересная история про создание сайта на который на который на который хорошо можно устроить таргет да то есть это такая инвестиция в будущее создать один один лендинг на который там ты вбиваешь условно там пакетное предложение то есть условно там да если собраться еще особенно нескольким коллективом создать такой плейлист там не знаю условно 10 коллективов собрать и собрать общий бюджет на на таргет на такой лендинг да и сделать там 10 песен за там отметить последний день своего семнадцатилетия там в одиночестве не знаю там потанцевать ну короче но создать на него классный таргет с нужными ключевыми словами чтобы человек пришел загуглил каким-то образом твой плейлист или не знаю там лучшие песни для выпускного я не знаю 22 но я не знаю но короче какой-то я не буду за вас думать придумывать эти темы сейчас это зависит от вашей темы от вашего но заработает не только с музыкой это может быть ваш продукт я не знаю если вы писатель это может быть 10 книг там для для того то там я не знаю или если вы там ножи продаете тут 10 брендов там ножи для того то того то да и это может быть это все что угодно может быть вообще и нужно создать ценность этой статьи так и работает обычно магазины подарков я не знаю они там 10 идеи для подарков на 8 марта если ты создаешь классную классный таргет что что в принципе если у вас там кучу вот этих 10 компаний там 10 партнеров это вы можете собрать бюджет и направить его на продвижение этого там не за плейлиста условно там да вашего вашей страничке это работает всегда здесь очень важно создавать какую-то такую низкочастотную но очень узкую аудиторию да где где вы будете номер один и знаете да узкая аудитория всегда самая благодарная она вас куда-то как какой-то момент вынесет на на вершину в общем такие такие идеи такие кейсы которые понравились мне которые меня зацепили которые работают мне не жалко делиться я придумаю свои новые а вам успешно продвинуть свой 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 продукт свой релиз и подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось это видео пишите свои идеи пишите свои фидбэки мои соцсети внизу своим дом сергей вильянов и увидимся завтра